Продолжаются награждения юбилейными медалями к 75-летию победы Великой Отечественной войне. Учитывая пожилой возраст, состояние здоровья ветеранов и тружеников тыла, вручение проходит в максимально комфортной для них обстановке. 17 февраля, в день своего рождения, Надежда Евдонина встречала почетных гостей. Поздравить ее с 95-летием пришли первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это вот вам открытка с юбилеем от Владимира Владимировича. И соответственно то, что мы говорили, это медаль, которая приурочена всем нашим героям, участникам, труженикам тыла, узникам фашистских концлагерей, блокадникам. Медаль, юбилейная медаль 75-летия победы. Надежда Ивановна родилась в Рязанской области. После школы отправилась в Москву, где поступила в Первый медицинский институт имени Сеченова. Получив специальность педиатра, по распределению поехала работать в Охотское и Венский национальный округ Дальневосточного края. После трех лет работы там она была награждена орденом «Знак почета». Сейчас боятся ехать куда-то. А я с удовольствием вспоминаю эти годы. Более десяти лет Надежда Ивановна трудилась в Володарской поселковой больнице. В 1964 году она вместе с мужем Евгением Федоровичем, участником Великой Отечественной войны, и двумя детьми переехала в Видное. В городе они работали в районной больнице. Она педиатром, он главным врачом. Это поколение ветеранов, поколение старшее, оно уходит, остаются немногие. Еще те, кто может что-то рассказать, поделиться своим опытом, потому что все-таки их жизнь очень отличается от нашей жизни. Также Надежда Евдонина была заведующей детской поликлиникой города Видное и на пенсию ушла только в 72 года. Она и сейчас искренне интересуется вопросами здравоохранения. Уделить не только вниманием, а мы для себя определили и в мероприятиях подготовки к 75-летию Великой Победы постараться помочь. Везде есть не только бытовые проблемы, но и, конечно же, возраст говорит о проблемах со здоровьем. Мы здесь договорились и с Видновской районной больницей о том, что будем оказывать все наши и профилактические, и реабилитационные мероприятия в области помощи, в том числе по здоровью нашим героям. Имена каждого ветерана, труженика тыла, каждого свидетеля тех страшных событий навсегда вписаны в мировую историю. На территории Ленинского городского округа более 700 участников Великой Отечественной войны.